В Славянске на Кубани стартовала спартакиада трудящихся города под девизом «За единую и здоровую Кубань». 13 мая в Центре спортивной подготовки «Олимпийц» состоялось торжественное открытие нового спортивного года. Спартакиада трудовых коллективов стала уже традиционной. Проводится она в 17-й раз. В ней принимают участие не профессиональные спортсмены, а работники городских учреждений и организаций самых разных возрастов и профессий. Главное, что их объединяет – это любовь к спорту. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета славянского городского поселения Андрей Ракуленко. Он подчеркнул значимость сохранения и преумножения спортивных традиций в городе. Отметил, что трудовые коллективы, регулярно участвующие в спортивных мероприятиях, подают прекрасный пример подрастающему поколению. Спартакиада проводится в 17-й раз. И каждый раз сюда приходят трудовые коллективы, а награждает уже людей, которые за это время смогли стать хорошими друзьями. А самая главная награда – это общение, радость, это положительные эмоции. Я хочу поблагодарить руководителей предприятий за то, что вы продвигаете здоровый образ жизни в своих коллективах, дух спорта, дух стремления к победе. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше коллективов, которые смогут соревноваться на этих площадках. Ну, а для вас, дорогие друзья, хочется пожелать побольше побед, достижений и рекордов. Помогали в проведении мероприятия волонтеры Круба «Синергия», а творческий номер участникам соревнований подарил Театр народного танца «Меридиан». Участникам спартакиада необходимо было сдать нормативы ГТО. Спортсмены демонстрировали свои способности в стрельбе, выполняли наклоны на гибкость, сгибания-разгибания рук, прыжки в длину с места, поднимание туловища и с положения лежа. Выполнение нормативов ГТО хорошо показывает сильные стороны подготовки, как и то, над чем стоит поработать в дальнейшем. В конце концов, здесь не будет проигравших. Все участники получат положительный заряд энергии и вернутся на рабочие места, готовыми к труду и обороне. По итогам соревнований среди мужчин на первом месте команда филиал КубГУ. Среди женщин золота взяли спортсменки комбината железобетонных изделий. Спартакиада продлится до конца года. Впереди спортсменов ждут соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, дартсам, шахматам и шашкам и многому другому. По итогам всех видов и будет определен самый спортивный трудовой коллектив города.